Два супчика, трое макарон, одна пицца и что-то еще по мелочам. 20 тысяч рублей. Деревья украшают необычными салфетками разноцветными. Идем сейчас засветимся. Выругвайское телевидение, пойдем. Здесь одни травокуры собрались, просто невозможно пройти. Нос вообще забивает, вообще моментально. Ребята, за границей, это мы, заграничники! Всем привет! Друзья, мы приехали в город Монте-Видео! Кстати, это одно из самых популярных мест на гугл-картах. Сюда приезжает, наверное, каждый, кто приезжает в Уругвай Монте-Видео. Здесь прекрасный пляж с очень классным видом, но очень грязной водой. Вот вода, конечно, она прямо коричневая. А мы, кстати, подошли к нашему отелю, и выглядит он, конечно, прикольно. На втором этаже вот кафешка, и мы идем на пляж. Ну что, малыши устроили здесь? Маюш, как песочек, да чур? Песок очень приятный, у меня ядрой, он прям как крахмал. Как крахмал. Крахмал. Здесь в Парагвае очень быстро заходит солнце зимой. Солнце зашло, и уже прокладно, да? Да, буквально минут 10, и оно вообще все, весь пляж прошло. А здесь утром тренируется огромное количество футболистов. Целая команда уругвайская. Друзья, первый раз видим вот такой небольшой заборчик. Как вы думаете, для чего его установили здесь? Для кого? Чтобы люди вот так не садились, и он такой присел. Представляете, как продумано? То есть магазин или что это? Не хотят, чтобы здесь сидели, тусовались люди. И уже заметили мы, конечно, что здесь супер непродуманные пешеходные переходы. То есть они не обозначены, вроде как все сделано, разметка есть, что можно перейти пешеходам. Но при этом нигде знаков не установлено, и мы еле-еле вот так через 10 минут смогли перебраться с той стороны на эту. То есть, а светофоры установлены, на самом деле, на расстоянии очень длинном. Примерно сюда расстояние больше километра. Вот там следующий только светофор, где, по идее, мы могли бы перейти. В этом плане, конечно, не супер все продумано. Мы зашли, друзья, в очень интересный итальянский ресторан. Тут большой выбор, так скажем, блюд итальянских и много веганского меню. И вот тут очень заинтересовало. Первый раз мы кушаем в стальных тарелках. Прямо по железных тарелках, да. Вот такая металлическая тарелка. Но, правда, по овесу она, наверное, алюминиевая. Нам принесли это то ли лимонад, то ли апельсиновый сок. Сейчас попробуем. Это Маша. И еще у нас здесь аппетайзер, так скажем нам. Это презент от кафешки. Греский орехер. Ммм, супер. И арахис. Арахис соленый. Греские орешки вообще супер. Хорошо, пакетированный сок, только, правда, не сладкий. То есть маленькое содержание сахара. Очень интересная подача. Это сахар, наверное. Это сахар. Это. Это шоколад. А это. Это корица. Прикольно. Сахар, шоколад, корица. Для чая лучшие специи. Интересно получается. То есть чай принесли. Вот такой пакетированный. Но при этом такая красивая подача сахара. Это, кстати, знаете, это доказательство того, что чай в Латинской Америке не пьют. Пьют матте. А все остальное в пакетиках. Нам принесли первое блюдо. И это. Суп. Это тыквенный суп. Но я уже. По вкусу. По вкусу мне достанет на сыр добавили. Попробуем? Так, давайте попробуем пиццу. Я даже что-то пил. Сыр. Ну, где столько. Где-то в корочке для вас. Пицца вкусная. И очень необычные тарелки. Это тоже железная тарелка. Видите еще? В общем, подача, подача, конечно, классная. Попробуем ризотто. Ведеринское ризотто из овощей. Очень не хватает ведеринского сыра. Вот, просто рис получается с овощами. Но, в принципе, рис не разваренный, поэтому при этом не плохо. А еще можно подбрать грибы и салат. И грибочков не хватает. А вот это нам принесли зеленый салат. Да. Салат и салат. Селефон, надеюсь, не хватает. Опа. Здесь явно все без соли. Это не соленое. Это абсолютно соленое. Это соленое только за счет сыра. То есть, как бы, блюда здесь не солят. Нам принесли в конце нашего обеда такую красную штучку. Это на диверке жарить. Да, вот такая подача чека. Красивая. Друзья, да, красивая подача. Первый раз такую подачу видим. Подойдите. Ну, ценник, конечно, это, ну, наверное, даже в Дубае на всю большую нашу семью нас было 11 человек. Причем было 7 врослых. Мы их настолько не ели. Здесь, получается, вот мы взяли буквально немножко два супчика, трое макарон, отопиться и что-то еще по мелочам. Вышло 250 долларов. 250 долларов, да, в переводе получается на наши российские рубли получается 20 тысяч рублей. Друзья, это Уругвай. При оплате наличными 10% скидка. При оплате наличными 10% скидка. Но у нас столько наличных нету просто. Мы столько не снимали. Вот, песо есть только карточка. Поэтому придется на 10% ворочить. Еще 25 долларов заплатим за комиссию. Ну что, друзья, вот этот салат, который просто положили листья салата, мы заплатили за него за одну порцию 10 долларов. То есть буквально несколько листочков салата 800 рублей. Самое дорогое, это были спагетти, которые были, получается, папарделли и африта. Просто вот это, получается, макарошки и соус отдельно стоили тысячу рублей. Неплохо. Нет, 1200 рублей, извиняюсь. Ошибся, 1200 рублей. Вкусный чай из-под крана. Супер вкусный чай из-под крана. А мне там понравилось. Получается, за чашечку мы заплатили где-то 200 рублей. 200 рублей, это вот такая Те Верде. Супер, наверное, дорогой чай. Вот, кружечка чая. 200 рублей. Ну, кстати, у нас так и осталось. Вот сколько нам принесли, здесь все осталось. Получается. В общем, друзья, рекомендовал бы я этот тапе, ресторан? Конечно, нет. Именно поэтому на Google Отзыв у него, наверное, в районе 4 звезд. Вот вчера мы ели чисто в Еганском ресторане. У него рейтинг там 4,6-4,7. Там намного было дешевле. Мы там поели в 4 раза дешевле примерно заплатили. Причем наелись на всю семью. И это было намного дешевле. Вот. Но, видимо, из-за того, что этот ресторан более раскрученный, более в таком месте, ну, наверное, более, может, проходом месте. Или просто вот за счет вот этой самой обстановки такой прикольной. Именно поэтому, наверное, такие цены. Ну, цены, конечно, здесь, друзья. Вот, да, мы будем здесь есть. Мы находимся сейчас вот на площади в этом Уругвайе. И мне очень нравится, как здесь вообще инфраструктура. Все свободно, чистенько, все красиво. Красивые кафешки, Бургер Кинг, там Макдональдс, там Старбакс. В общем, все максимально прикольно выглядит. Здесь, как будто мы не находимся в Латинской Америке. Очень так цивильный, как будто мы в Европу, наверное, попали. Вот. Или куда-то что-то подобное, страна. В общем, мне пока очень нравится. Гуляем по этой классной набережной. И я скажу, наверное, это самое красивое место в Монтовидео, в этом прекрасном городе в Парагвае. Эта набережная очень приятно, очень классно. Солнышко греет. Сегодня такой легкий ветерок. Да, Маюш? Там лошадки прикольно. Полицейские на лошадках гоняют. Да, вообще классно. Мне здесь нравится. Вот прямо кайфово. Вот надо выходить прямо с самого утра и идти гулять прямо по этой набережной. Да. Всем рекомендуем. У нас продолжается сегодня день прогулки по Уругваю, Монтовидео. И вот мы видим здесь, насколько богатый город, что есть вот Land Rover Ягуар. Продается Land Rover. В Аргентине я ни одного раза не встречал эту машину, потому что это считается типа лакшери сегмент такой богатый. Вот, в Аргентине его не встретить. А здесь вот, пожалуйста, Уругвай. Вот, правда, цена непонятна. Вот, но мне кажется, он будет стоить здесь, наверное, очень дорого. Мы пришли в один из самых красивых Старбаксов в Уругвай, в Монтовидео с прекрасным видом на реку Ла Плата. Ну что, друзья, сидим в этом прекрасном Старбаксе и наслаждаемся этой шикарной набережной. Солнышко выглядывает, в общем, просто огонь. Это самый красивый Старбакс за последнее время, который мы посещали. Банорамные окна, они где-то высоко, наверное, 2,4 метра. Вот, полностью вообще обзор на 360 градусов. Лайк. И очень вкусная, как всегда, копия. Радует. И вкусный авокадо-тос. Авокадо-бегель. Кушаем и идем дальше гулять. Продолжается у нас прогулка по этому городу. Мы ушли с набережной, сейчас идем в центр города. И очень интересно даже вот здесь, какой такой небольшой диссонанс. Это здание более-менее современное, это здание более современное. А посередине прямо трехэтажное здание, такое необычно таком европейском, что ли, стиле. Вот мне кажется, этому домику, наверное, лет 200. И его облепили по бокам шестиэтажные здания, более современные. Очень радует, что здесь ширина улицы, она просто нереально широкая улица. На каждой примерно... Ну, мы идем, правда, наверное, по центральной улице. Три полосы машин с одной стороны, три полосы в другую. Но очень удобно. Широкие тротуары. Очень комфортно передвигаться на коляске. Везде есть съезды. То есть, на самом деле, когда вообще строили этот город, здесь его реально продумывали. И это, конечно, ну, прямо огромный плюс. Ну что, друзья, свернули мы с центральной улицы. И здесь уже пошли такие двухэтажные, одноэтажные домики. Двух-трехэтажные домики. Такой больше, наверное, как спальный район, да. Широкие тротуары. Максимально комфортно идти. Огромные деревья зеленые. Вот мне кажется, в Буэнос-Айресе в этом плане был большой минус, что почти все улицы, так как застройка была, наверное, более старая, и, соответственно, почти все улицы были с очень узкими тротуарами. На коляске, вот, например, двойной коляске, как у нас, очень неудобно передвигаться. А здесь прямо максимально комфортно прогуливаться, наслаждаться этими красивыми архитектурными сооружениями. А мы подошли на мост. Здесь тоже очень красивая такая панорама открывается, красивые цветы фиолетовые. И мост дорогу. Здесь национальный музей изобразительных искусств. Это один из таких главных музеев в Монтевидео. Вот. Но мы туда не пойдем, потому что мы идем прямо в центр города. Здесь, чтобы загонялся зеленый цвет, нужно было везти вот так рукой. Мне хочется пригодиться. В такой интересный район зашли. Деревья украшают вот таким необычными салфетками разноцветными. Кстати, вот уже зима наступает, поэтому все листики уже обвалились. Хотя сейчас на улице 19 градусов тепла. Мы вышли на улицу разноцветных домов. Прикольно? Еще граффити мне здесь очень нравится. Здесь их, кстати, не так много, но прикольно тоже. Рисует красиво. В Буэнос-Айресе тоже очень красивые граффити. И вот такая улочка, да? Вот это уже узкая такая улочка. И там домик такой необычный стоит. Посмотрите, какие еще машинки здесь есть. Вот это бомба вообще. Уругвай. Вот это тачка. Видите, суперсовременный автомобиль. С закрывающимися зеркалами. Друзья, мы пришли на одно из самых популярных мест в Монте-Видео. Это называется смотровая площадка. Вот туда лифты едут на самый верх, и оттуда просто бомбический вид открывается. Но самый фейл в том, что непонятно, почему это место закрыто. Вот так вот. Пришли, смотрим отзыв последние пять часов назад, а уже закрыто. Временно закрыто, да. То есть, конечно, насладиться видом не получится. Вот, но это уже центр города. В принципе, мы уже тут немножко наблюдаем, смотрим, как город устроен. Конечно, в Уругвай тоже огромный минус, что все курят просто здесь. Очень много кто курит. И зона, вот женщина сидит прямо на детской площадке и прямо курит, вот, невзирая ни на что тут дети играют. Это, конечно, плохо. Друзья, но самое главное, что Уругвай является первой страной в Латинской Америке, в которой запретили курить в общественных помещениях. Представляете? Но при этом здесь... Ну, еще, да, пока на этом ограничились, видимо. Да, ну, наверное, уже сильно не следят. Это площадь Каганча. Вот тут ребята стоят, патрулируют. Не патрулируют, в общем, это... Стражи стоят, стоят в порядке. И мне кажется, это судейское здание, судебные исполнительные власти Уругвай. Как я понял, там было написано. Вот, идем смотреть, здесь очень красиво. Тут, кстати, фильмы, ну, передачи, ТВ снимают какое-то. Вот, идем, сейчас засветимся. Уругвайское телевидение, пойдем. На самом деле, здания очень прикольные. Здесь они в таком стиль, наверное, им по 300 лет, может быть, даже больше. Очень такие помпезные, грациозные, широкая площадь. Супер красиво. А здесь Стелла Фемиды, богини правосудия. То есть, это реально вот эта площадь правосудия. Кстати, тут, ребят, большая проблема вообще купить какую-то технику. И вот даже ребята приехали снимать видео. Видно телеканал какой-то с хорошими микрофонами. Но у них камера супер старенькая, наверное, каких-то, там, не знаю, 2015 года. Сонька вот с приближением еще такая. В общем, тут реально действительно проблематично купить технику. Вот, я думал, сюда приеду, сейчас, может быть, обновлюсь с техникой. Но нет, друзья, с техникой тут проблема. Еще на этой площади ужасно воняет просто вот травка. И, наверное, здесь просто все такое ощущение курят. Здесь одни травокуры собрались, просто невозможно пройти. Нос вообще забивает вообще моментально. Так что бежим быстрее отсюда. После этого, этого, Дворца правосудия сразу понятно, что легализовано. Да, все легализовано, просто все. Воняет так, что просто нос вообще выбивает. Да, друзья, тут, кстати, Старбакс на каждый, буквально на каждом шагу. Потому что цена всего в два раза выше, чем в Аргентине. А в среднем цене здесь пять раз выше, чем в Аргентине. Поэтому Старбакс здесь буквально через каждые, там, пятьсот метров. Вот один из старбаксиков наших любимых. Очень, еще у нас необычное здание. У него такие гигантские колонны. Вообще этаж как будто 7 метров по 7. Вот это, оно очень напоминает Нью-Йорк. Вот, друзья, вот таких магазинчиков с техникой. Здесь очень полны, полны хиосков. Да, но здесь везде в основном старенькие айфоны продаются. Но цена, да, вот семьсот долларов, например. Это, мне кажется, одиннадцатый айфон или двенадцатый. Вот, ну, прямо старенькие такие. То есть, новой техники мы здесь не видели. Поэтому многие говорят, что из Аргентины сюда приезжают покупать айфоны. Но мне кажется, это очень странно. Вот в Парагвай, да, в Парагвай там были самые последние айфоны. Самые топовые, самые классные, очень дешево. А вот здесь, ну, судя по цене, мне кажется, здесь не самое выгодное сюда ехать, покупать технику. Вот мы и пришли на самую классную площадь во всем Уругвайе, я думаю. Площадь свободы, друзья. Это как раз тот самый случай, когда все самые классные здания собраны на одной площади. Здесь какая-то фантастика просто. Сзади нас потрясающий дворец Сабо. Сальво. Сальво. Дворец Сальво. Нереально красивый, построенный в 1927 году. Хотели сделать с него отель, но что-то пошло не так. И в итоге теперь сейчас здесь люди обычно живут, какие-то офисные помещения. На итоге можно купить квартиру и жить во дворце. Вот так вот. Или работать. Но выглядит просто бомбически. А вот это здание. Президентская. Президенция Уругвая. Все стеклянное здание суперсовременно, суперстильно. Футуристично. Футуристично, да. А это стекляшка так называемая. Кондиционяшка. Кондиционяшка. Мне кажется, это похоже на общежитие. Да, да. А мне, кстати, моспел. Друзья, мы прошли, что-то интересная рамка, как в Париже прямо. Как будто мы эту старую рамку прошли, древнюю. Вот. Она с этой стороны очень красивая такая. А с той стороны ее поддерживающие просто бетонные блоки поставили, поддерживают ее. И, кстати, здесь еще очень классно, прямо рядом с этой рамкой, магазин Fresh Market. Очень похоже на американский магазин. Мы в Америке что-то подобное ходили, покупали крупные овощи в нем. Органик. И мы уже сейчас, кстати, дошли вот до самого что ни на есть старого города. Здесь уже такие здания, все такие очень прикольные, такие интересные. Кстати, очень хороший отель вот на этой площади Рэддисон. Вот. Мы смотрели. В среднем цена пятизвездничного отеля во всем Монтевидео. Что в центре города, вот здесь, да, прямо что ни на есть центр старого города, что там район на набережной в среднем цена за сутки стоит вот на данный момент. Сейчас, правда, июнь месяц. Это не туристический сезон, потому что прохладно. Но в среднем стоит за ночь 250 долларов. Это уже со всеми комиссиями на двух взрослых и ребенка. Вот. Это средняя цена. Может там плюс-минус она меняться. Вот. Но зимой в Уругвай примерно такие цены. Не представляю, какие цены здесь, правда, летом, когда купательный сезон, когда все приезжают купаться, потому что здесь очень классные пляжи. Но на самом деле очень интересно. Друзья, здесь начинается Аллея Славы. Как в Голливуде прямо. Выдающимся людям, наверное. На этом наша прогулка подошла к концу. В общем, мне очень понравился город Монтевидео. И мне понравился. Особенно его церковь. Да, наверное, все-таки лучше здесь арендовать отель и здесь побольше провести время. Здесь просто прогуляться классно. Очень красиво. На набережную тоже стоит съездить и посмотреть. Поэтому, друзья, если вам понравилось это видео, то что делаем мы? Ставим лайки. Ставим лайки. Подписываемся на канал. Пишите обязательно в комментариях, как вам этот город Монтевидео. И всем пока-пока!